Всем привет, вот и настал 2017 год. Настало время обсудить, что ждать от этого года. Понятное дело, что ожидания более абстрактны, чем итоги 2016-го, так что не факт, что всё сбудется, тренды могут за годы измениться. Но всё же текущий тренд и тренд 2016-го года – это VR. В 2017-м году наступили долгожданные продажи Oculus Rift, HTC Wave и шлем от PlayStation. Первые два объединяет то, что они очень дорогие и требуют подготовки помещения к работе со шлемом. При этом шлем для PS4 подешевле и также требует подготовки помещения, то есть нужны внешние камеры для его работы. Но его проблема в том, что плойка не тянет игры в достойной графике с частотой в 90 FPS. Много было сказано, результатов по VR пока никаких нет. Во многом проблема в том, что не было единого центра разработок, единого стандарта и потенциальных объёмов продаж известных. Так что и разработчики игр не знают в какую сторону работать, а не будет единых стандартов, не будет массовости и, соответственно, не будет и контента. В этом году всё несколько изменится. В Windows 10 появится в апдейте вся необходимая среда для работы шлемов. И сама же Microsoft сделали шлем, который лицензировали для продажи вендором. Появится он весной по цене 300 долларов. Ну и китайцы на месте не сидят и также обещают шлемы и до 200 долларов. Рано, конечно, судить о качестве сейчас этого всего дела, но уже известно, что отслеживаться движение головы в шлемах от Microsoft будут без камер внешних. То есть работать всё будет без подготовки помещений. То есть будут собственный бинз, которые уже стали очень дёшевы из-за широкого распространения в смартфонах и квадрокоптерах, и при помощи камер, которые будут хвататься, вероятно, за контрастные перепады в картинке, и таким образом уточнять манёвры головой. Пока не сказано, насколько внешние условия будут влиять на качество захвата движений, но в любом случае потери захвата движений из-за того, что вы отвернулись от какой-либо из камер, не будет. Ну и какой-то комплект срез для разработчиков будет представлен очевидно, возможно, даже будут какие-то обновления включаться и в DirectX, для оптимизации создания двух картинок, если таковых ещё в текущих редакциях этого IP нет. Иными словами, дело движется куда именно, не ясно, может быть в тот же тёмный уголок, где сейчас 3D, но движется куда-то, может быть и в светлое будущее. В этом году как раз подробнее увидим всё, но в любом деле стандарт и совместимость продуктов – это главное. В части дисплеев в этом году тоже ждём новинок. Во-первых, так и не было представлено мониторов 4К 120 Гц. Напомню, что все видеокарты 2016 года получили видеовыходы, которые поддерживают передачу 4К с высокой герцовкой. Мониторов соответствующих ещё нет. Ещё все новые видеокарты поддерживают HDR – это передача цветов с большей битностью. Картинка позволяет более тонко передавать оттенки цветов, в том числе и близкие белым и к чёрным, с чем сейчас большие проблемы. Стоит ожидать, что дисплеи, которые будут поддерживать HDR, станут более массово появляться. Тут особо хитрого ничего не надо, нужен лишь иной скалер для мониторов, который будет понимать нужные цвета. Ну и конечно контент тоже нужен. Благо для ПК всё проще, чем для телевизоров, поскольку в играх можно добавлять поддержку HDR без существенных затрат для игроделов, в отличие от кино и сериалов, где нужно менять кино и видеокамеры. Ещё в части мониторов ожидается появление AMOLED и OLED дисплеев. В телевизорах и смартфонах этим уже никого не удивишь, а вот с мониторами всё пока печально, возможно не хватает скорости отклика или ещё чего-то, но дисплей без подсветки – это тоже большой шаг вперёд и по контрастностным характеристикам картинки, и по дизайну. OLED дисплеи можно делать на пластиковые или стеклянные подложки, то есть дисплеи могут быть изогнутыми или не изогнутыми, или изгибаться при необходимости. Ну и главное, если например скалер поместить в подставку, то монитор можно будет делать толщиной 2-3 мм. В общем, тоже этого ждём. Интереснее обычного будет с консолями дела обстоять. Я сейчас, конечно же, про Nintendo Switch. Сейчас сложно судить о том, взлетит или нет, штука необычная. Будет большая конкуренция с мобильными устройствами, со смартфонами и планшетами, проблема которых в том, что управление экранными клавишами не столь удобно, и многие уже успели разочароваться в этих системах как для вещах для игр. Хватит ли этого для успешного продвижения портативных консолей нового поколения, тоже узнаем уже в этом году. Новые подробности по Nintendo Switch ожидается уже в середине января, начало продаж примерно в марте. Во второй половине года консоль новая выйдет и у Microsoft. Сейчас она называется проект Scorpions. Очевидно, что название не финальное. Особенно от неё ничего ждать не приходится, по графической производительности она будет на уровне PS4 Pro. Однако, что касается процессорной части, то тут уже может подоспеют новые ядра на архитектуре Zen. Тогда как при схожей графической производительностью с PS4 Pro для разработчиков игр будет более широкие возможности по выбору настроек графики. То есть можно будет выбрать графику пониже ради высокого фреймрейта, что в старых процессах проблематично будет делать в PS4 Pro. Но у этой консоли, на мой взгляд, будущего не будет, потому что она осталась без эксклюзивов. У многих владельцев консолей всё равно есть компьютер. Нужна ли консоль, когда на неё игра те же, что на компе? По мне, не очень нужна. Опять же, игры главный козырь Nintendo Switch. В общем, с консолями тоже будет всё понятно только в течение года. Будем ждать, отслеживать. Буду вас в течение года информировать об этом всём. В части дисковой подсистемы компьютеров тоже в этом году будут изменения. Думаю, помимо процессоров Kaby Lake, Intel 5 января расскажет и о Optane. Сейчас мало что понятно, как это будет работать, почему по предварительным данным работать это будет только на 200-х чипсетах, и уже в 2017 году появятся первые продукты на этой памяти. Я так понимаю, что это что-то типа файла подкачки будет. Возможно, будет какой-то зарезервированный пул под процессы операционной системы, реестр и прочие данные, которые хотелось бы всегда иметь загруженными в память. Это уже вопросы того, насколько тесно велись разработки вместе с Microsoft, но, вероятно, такое понятие, как загрузка операционной системы, с таким накопителем перестанет существовать для пользователя. То есть даже выключенный компьютер будет в состоянии 1-2 секунды от полноценного рабочего состояния. В будущем и всякие планшеты на винде смогут отключаться полностью и всё такое. Но пока про мобильное устройство речи нет. Да и там, где всплывали образцы на Optane, всё было обвешано кулерами, так что вопрос по теплоотводу также ещё не есть. Возможно, это будет в виде однослотовых карт с турбинкой. Также Intel обещали, что будут варианты в DIM-исполнении для серверов. Однако смогут ли контроллеры, встроенные в процессор, понимать большие объёмы этих накопителей, не ясно. Но всё равно можно будет хранить какие-то метаданные для баз данных и всё такое, постоянно подгруженными на этих накопителях. В общем, ждём, что Intel сами расскажут нам. Скорее всего, уже 5-го числа будут какие-то подробности. И сейчас логично перейти к процессорам, однако я их оставлю на конец видео. А пока поговорим про видеокарты. Прошедший 2016 год был годом видеокарт новых, так что таких феерий в 2017 году ждать не стоит. Но всё же не выпускать продукты каждый год – это уже моветон, так что будут новые карты и AMD, и Nvidia. С AMD будет повеселее. Во-первых, не были представлены ещё топы. Как говорит AMD, они будут на другой архитектуре. Сомнительно, что AMD делали и Polaris, и Vega одновременно. Вероятно, что Vega структурно не сильно отличается от Polaris. Однако, будут и значимые отличия. Во-первых, старший Pascal имел не очень крупный чип. То есть, можно сделать крупнее, с большим числом блоков и так далее. А во-вторых, у AMD уже есть видеокарты с HBM памятью, и продолжение этих карт будет именно Vega. Там мы ждём HBM 2 память. Будет она у всех карт или нет – неизвестно. Да и в принципе неизвестно по производительности ничего путного. Под конец года показали ещё не вышедшую игру, которая запускалась на Vega. Но это скорее была демонстрация для акционеров, чтобы они были более уверенными в своих вложениях на будущее. Однако, весьма вероятно, что AMD ещё что-то покажет на CES по видеокартам или при анонсе официальным процессоров новых в середине января. А в продаже будет это всё где-то в первом полугодии, но явно не прямо сейчас. Для тех, кто не в курсе, HBM память – это чипы памяти, которые подсоединены к вычислительному чипу без дорожек на текстолите. То есть сам графический процессор памяти, внутренняя шина интегрированы на одной подложке. Это позволяет использовать шины больше битностью, так что объём передаваемых данных даже при меньшей частоте памяти становится больше. Собственно, даже GDDR5X не смог перегнать HBM память первого поколения в старых картах AMD. Помимо лучшей шины памяти, упрощается и сама структура видеокарты, то есть все элементы собраны на одном чипе. А это значит, что сама видеокарта будет проще в изготовлении. Яркий пример – Fiori Nano с HBM памятью. Маленькая и довольно мощная карта. Подробностей пока толковых нет насчёт топов, однако обновятся и полярисы. RX 470 превратится, скорее всего, в RX 475, а 480 превратится в RX 485. Новые карты будут иметь либо больше частотный потенциал, либо лучшую энергоэффективность, либо щепотку и того и другого. Обещают снижение потребляемой мощности для RX 480 до 100 Вт, но напомню, что у меня есть видео по андервольтингу, где я с лёгкостью и без потери производительности скостил 20-30 Вт с RX 470. В общем, те же карты будут с другим названием, скорее всего. Традиция AMD своей не забывает. Что касается RX 460, то в отличие от RX 480, эта карта не на целом чипе, то есть часть модулей отключена. И в конце прошлого года энтузиасты уже научились разблокировать RX 460 до полного чипа. Вероятно, RX 465 будет именно на полном чипе без отключенных блоков, то есть по сути разлученный RX 460. Так что прошивание новых карт на старые вполне возможно будет актуальным занятием и на полярисах. У Nvidia будет, скорее всего, куда всё скучнее. Будет ещё представлен топ, назовут его, наверное, GTX 1080 Ti. Карта будет аналогично новому Титану на Паскале, только чуть подурезанная. Маловероятно, что на HBM памяти, то есть будет не на чипе GP100 старшем, а на GP102. Остальное совсем тухло. Во-первых, обновятся старые карты, всё равно за год выявились косяки по техпроцессу, чипы станут стабильные, а также частотный потенциал вырастет чуть-чуть. Не забываем ещё и то, что контроллер GDDR5X памяти есть у всех чипов на Паскале. То есть, например, 1050 может работать с GDDR5X. Но мы по прошлому году помним, что одним картам GDDR5X дали, другим не дали. Кому не дали в 2016, этой памяти дадут в 2017. Инфа не 100%, но кто помнит прошлый год, было заметно, что некоторым картам не дадали GDDR5X незаслуженно. Вероятно, это была многоходовочка для того, чтобы в 2017 году осталось место для манёвров и попроизводительности, и чтобы маркетологи могли для пресс-релизов что-то написать. В общем-то, кардинальных улучшений ждать не стоит. Есть только маленькая вероятность, что Nvidia представит видеокартам увеличенных чипов от GTX 1050 Ti. Дело в том, что по соотношению блоков все карты тысячной линейки одинаковые, кроме GTX 1050 и GTX 1050 Ti. Более того, производством GTX 1050 занимается другое предприятие, если все прочие чипы основаны на 16 нанометрах, то 1050 и 1050 Ti на 14 нанометрах. Возможно также частичное перераспределение заказов и для других карт. То есть, например, 1060 может приехать на 14-нанометровый техпроцесс, допустим, но всё это менее вероятно. Ах да, ещё возможно, что AMD покажет двух чип RX 480. Если смотреть на презентации прошлого года от AMD, то видно, что они отчаянно втирали то, что кроссы с двух 480-х это круто. Думаю, в планах на 2016 год был и выпуск конкурента топовым картам от зелёных до веги в виде двух чипа, но что-то у них не сложилось. С производством чипов для карт явно были какие-то проблемы у компании. Но двух чипы это по мне карты, на которые даже смотреть не стоит. Геморрой один себе покупать, да ещё и греться будет как котёл для грешника в воду. В общем, отличные доноры для ремонтников. Один чип отпал, оставляешь клиентскую карту себе за копейки, выкупая, затем реболишь чипы старые на двух дохликов, которые тоже почти просто так можно раздобыть, и у тебя куча исправных карт, и ты в шоколаде. Короче, ремкомплекта не карта, если таковая выйдет, конечно. Но и осталось самое интересное – процессоры. Уже сейчас начинают разворачиваться нешуточные баталии из-за новых процессоров. На канале уже есть отдельное видео и по Каби Лейк, которые уже практически представлены, есть видео про райзен, про которые всё равно ещё мало что точно известно. Так что по большому счёту, мои зрители уже знают, что и когда должно появиться. Если коротко, то Каби Лейк – это Skylake с чуть более высокими частотами и, возможно, лучшим разгонным потенциалом, а возможно и нет. А Зен пока не ясно, чем будет. Будет ли в однопотоке упираться Интелу или нет. Если будет, то четырёхъядерники с восьми потоками для бюджетных ПК станут мастхэв. С шестью ядрами, если проблем по разгону не будет, из-за большего жарева, то прос будет неплохой для игр и для работы. С восьмию ядрами уже скоро увидим процессоры, так что тут надо переходить из режима гадания в фазу ожидания. Четырёхъядерники ориентировочно по 12-15 тысяч за штуку будут, шестиядерники уже в районе двадцатки. Если процы норм будут, то топовая пекарня для Full HD будет 14 тысяч за видеаху, столько же за проц, ещё 10-15 на всё остальное, и вот уже за 40-45 кусков ты элита. Вроде не мал, но это мы ещё всё-таки к курсу не привыкли. По факту же топовая пекарня станет дешевле топового смартфона, при этом довольно значительно. Но если AMD нас напарили с обещаниями всякими, то опять для топовой пекарни нужно будет брать только Intel процы, хотя и i5 беспроблемно крутит игры, так что дельный комп за 40-45 тысяч всё равно собрать можно, как ни крути. Но всё же конкуренции хочется, собственно, так же, как мы её видели в 2016 году с видеокартами. В дальнейшем AMD обещает объединить и графику Vega, и процессоры Zen в единое APU. Будет это, вероятно, всего уже в 2018-2019 году. И, конечно же, наличие веги подразумевает и то, что HBM2 память будет на чипе. То есть APU будет практически системой на чипе, и помимо кэша процессора и кэша ядер, видеоядра будет ещё и своя оперативная память с внутренней шиной. По слухам, APU по графике будет превосходить RX 460. То есть всё обещается быть довольно бодрым. Игры на средневысоких или даже высоких настройках на Full HD. И до четырёх ядер Zen. Для подавляющего большинства людей этого будет уже достаточно. Увидим ли мы это всё в 2017 году? Ещё под вопросом. Думается, что не увидим. У Intel также есть планы, помимо тех процессоров, о которых было видео в декабре на канале. То есть помимо Kaby Lake на платформе 1151. В этом году планируется отправить на пенсию платформу 2011-3 и заменить её на 2066. Представят их, возможно, на Gamescom 2017 в конце апреля. Соответственно, и процессоры для новой платформы будут новые. Это замена топовым Haswell'ом и Broadwell'ом, а именно Skylake X. Так же, как и Broadwell'ы, будут 4, 6, 80-ядерные процессоры домашние. Ну и серверных отсыпят мешок новых тоже, вероятно. Процессоры эти будут, естественно, иметь значительное число линий PCI-Express для работы в видеокарт в режимах X16 и X16. Ещё помимо этого будет куча портов. Изменится контроллер оперативной памяти, так что каналов станет больше. Соответственно, и слотов под память на материнских платах будет тоже больше. Сразу или чуть погодя, но предположительно тоже в первой половине года появятся процессоры на 2066 сокете под названием Kaby Lake X. Это будет точно такой же Kaby Lake, как и обычный i7 на 1151, просто в исполнении под другой сокет и, надеемся, с припоем под крышкой, а не термопастой обычной. Ну а Kaby Lake взамен 680 ядерных Sky Lake X выйдут уже в 2018 году. А вот во второй половине года будет уже что-то интересное и у Intel. Во-первых, появятся в продаже первые процессоры на 10-нанометровом техпроцессе. К сожалению, это будут только мобильные процессоры и вроде как только двухъядерные мобильные процессоры. То есть обновятся линейки с индексом U и Y. При этом уже даже Kaby Lake и Sky Lake U серии не сказать, чтобы были слабыми. С 10-ти нанометрами, возможно, U-линейка, то есть изначально придуманная для ультрабуков, станет ещё производительнее. При этом, если в десктопах мы получаем по 5% в год, то в мобильных решениях из-за увеличения энергоэффективности идёт прирост куда значительнее. Называться новой линейкой будет Canon Lake. И, возможно, с этим названием четырёхъядерных и десктопных процессоров вовсе не будет. Для нас же хорошо, что отработка техпроцесса будет сделана до массового выхода процессоров широкого назначения для компьютеров. Если судить по старым меркам переходы типа Тик-Так, когда в начале техпроцесс, затем новая архитектура, то с компами просто переход на новый техпроцесс мы пропустим и получим сразу и обновлённую архитектуру, и обновлённый техпроцесс. То есть уже вероятно и по частотам будет всё нормально, а не как было в Бродвеллах, например, при переходе на 14-нанометровый техпроцесс. Однако в 2017 году 10 нанометров в десктопах не ожидается. Ожидается это только в 2018 году. И это обратная сторона такого вот подхода. Но всё же под конец 2017 года будут уже готовы замены для Кобилейка. Это процессоры Coffee Lake, то есть четвёртое поколение на 14 нанометрах. Возможно, линейка будет неполной, и это не будет полноценной замены процессорам Кобилейк. И, вероятно, во многом всё будет зависеть от того, насколько хорошо разойдутся райзены. Дело в том, что планируется, что среди Coffee Lake будут шестиядерные процессоры. Есть информация, что процессоры и вся линейка будет совместимы с платами на сокете 1151. Будут это только 200-ые чипсеты, или будет 200-ые соты, или вообще только с 300-ыми будет работать, пока неизвестно. На 2018 год планируется уже Ice Lake с 10 нанометрами, и обновление ещё и мобильных процессоров на 10 нанометрах, и с относительно мощной графикой уже в четырёхъядерном варианте. Ну, это уже всё вообще туманно. Вероятно, у Intel есть несколько сценариев, исходя из того, как пойдёт райзен. Так что сейчас даже конец 2017 года весьма туманен. Из-за интересного ещё можно сказать, что в 2016 году дважды появлялись слухи о том, что Intel хочет лицензировать технологии AMD в части графики. Возможно, разрабатываются и новые АПУ решения с мощной графикой. В том числе и варианты по заимствованию других технологий рассматриваются. Напомню ещё и то, что представленные Skylake с топовой графикой так в продажу и не поступили, а их производство официально остановлено так же, как и всех прочих процессоров, кроме мобильных, имеющих мощную графику. Возможно, будут ещё какие-то сюрпризы по АПУ от Intel. В любом случае, начало года в плане процессоров будет жарким, и я буду держать вас в курсе всех самых главных событий. Так что если ранее этого ещё не сделали, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если видео было вам интересным. Далее ещё будет сказано пару слов по каналу и его развитию и ожиданиям по каналу на 2017 год. Так что кому не интересно будет, с теми прощаюсь, а для остальных рад сообщить, что наконец-то подъехал хороший звук. Надеюсь, вы это уже заметили. Не стоит пока судить окончательно о качестве нового микрофона, для любой техники нужно приспособиться найти нужные настройки для обработки звука. Это пока что первое видео, записанное на этот микрофон. Собственно, заменить звук надо было уже довольно давно, писал я ролики на петличку за 100 рублей, и в процессе пользования добивался при обработке всё лучшего звучания. И в конечном итоге при обработке я делал подавление шума дважды между разными обработками звука, так чтобы получить максимум деталей, и вы наверное уже заметили, что последние месяца-два на фоне постоянно какой-то шум, то ли песни, то ли телевизор. В общем, это звуки либо через стены проходящие, либо наводки какие-то, которые удавалось вместе с деталями звука выявлять и усиливать. К сожалению, без этих фоновых шумов, и чтобы качество было сносным, сделать звук я уже не мог. То есть был достигнут порог, когда явно софтом сделать что-то нельзя. Нужно другое железо, и оно было куплено. Собственно, братья решили сразу топовые вещи в своём сегменте, так что микрофон обошёлся почти в 15 тысяч рублей. Но зато не зазорно будет с ним и сейчас, если канал сильно разрастётся, причём бесконечно сильно разрастётся. В этом плюсы топовых вещей, их не нужно менять больше никогда, если решаемые задачи не меняются. И вернёмся к вопросам о финансах ещё. Канал мой за год заработал в сумме около 300 долларов. Собственно, на эти деньги был куплен микрофон и свет для камеры, например, и ещё куча мелких вещей. Например, этот пирометр, которым сверялись вечно вручие тормодатчики на железках. Собственно, остальное, что было на канале, уже куплено на мои деньги. И по сути, этот канал – это моё хобби. Разумно тратиться на хобби – это нормально. Кто-то по миру путешествует, а кому-то подавай онлайн-рпг в виде ютуб-канала. В прошлом году были куплены и компьютеры для проекта, который, если судить по последнему видосу, проекта закрылся. Но на самом деле всё починено, и надеюсь, проект возобновится, потому что вопрос о возможности водянки без водоблоков меня всё равно волнует. А также хочется сделать реабаз на Ардуино с генерацией собственных ПВМ-сигналов и управлением трёхпиновыми вертушками при помощи ПВМ-сигналов. В общем-то, для этого всё куплено. Была куплена и новая камера, так как с автофокусом у меня вообще ничего не было, и примерно год ютуберской жизни я провёл, не имея собственной камеры с автофокусом. Собственно, новую камеру я и купил, а точнее это смартфон, и был куплен он взамен моего старого. Не скажу, что меня не устраивал старый смартфон, мне просто нужна была камера для видосов, и оказалось, что дешевле купить был хороший смартфон. Тем более, нам доступно вкупе со светом и съёмка в слоу-мо, и благодаря честной матрице, которая может снимать в 4К, доступен на видео и цифровой зум в Full HD без потери качества картинки. То есть, нереальное макро можно получить, всякие мелочи снимать, ещё и RX 470 для тестов, и новый блок питания были куплены, который я вам показал во всей их красе. На этот год планируется покупка процессора, какого именно, я пока ещё не знаю, это будет либо Ryzen, либо i7 Kaby Lake. Но что-то 30 с плюсом тысяч за проц отдавать мне как-то непросто будет, так что 8-ядерный Ryzen будет маловероятно. Равно как и мало кто из вас будет покупать себе проц для игры за 30 тысяч, когда есть и за 20, с которым в играх абсолютно никаких проблем нет. Не исключено, что сейчас на канале будет i7 топовый, а в середине года будет 4-х или 6-ти ядерный Ryzen. Это, в общем-то, пока не определённо всё. Вначале я посмотрю на тесты процов, когда они выйдут на цены, и уже буду решать. Не забываем мы о том, что про видяхи БУ я говорил в одном из прошлых роликов. Донатами собрано было уже на первую батлу, и вы уже, например, в тестировании драйверов Crimson видели её. Также была поднята тема сбора на БУ видеокарту или несколько карт БУ за ваш счёт. В общем-то, отмашку на сбор денег я не давал, тем не менее, было 3 доната. 300 рублей, 100 и 50 мне задонатили. Эти деньги никуда не пропадут и будут потрачены именно на БУ карту, так что кто донатил, без паники, никто не кинут, всё учтено. Собственная идея у меня какая? Я буду покупать БУ вещи, которые вам будут интереснее, а затем уже на них собирать деньги. То есть, так сказать, вечером стулья, утром деньги. Помимо ваших донатов, покупать БУ железо будет ещё и ролики, в которых будет это железо. То есть, например, я покупаю видеокарту за 4000, рассчитываю так, чтобы сделать 3 видоса, например. Каждый видос мне сразу после выкладывания в первые 2 дня даёт по рекламе в ютубе от 100 до 500 рублей, в зависимости от длины, удержания аудитории и многого другого. То есть, до 1000 рублей от стоимости можно будет отбить каналом и окупить донатами будет карту проще. А если какой-то из видосов с тестами разойдётся хорошо, то и вовсе железка сама себя за месяц окупит и будет покупаться уже новая железка для следующих тестов. И так, собственно, до бесконечности. А ролики, которые не будут заниматься окупанием железа, то есть такие, как это, например, в котором нет железа, которое себя окупает, будут собирать деньги на прочие вещи. Например, для тестов нужна карта захвата, чтобы не с экрана снимать тесты камерой. Есть у меня идеи по организации места съёмок, чтобы качество роликов стало выше. Харды заканчиваются и нужно место под архивы роликов. Это всё тоже требует затрат. В общем, реклама на канале будет пускаться на эти все вещи. Затрат, в общем-то, много, но благодаря им можно будет, во-первых, делать интересные тесты, так как накопится много железа разного, а во-вторых, делать это всё в хорошем визуальном качестве, и всё это вместе будет уже влиять на количество аудитории, а значит и на обороты, в том числе и финансовые канала. Это, естественно, вопрос даже не одного года, тем не менее, с самого начала должна быть какая-то тактика, чтобы её придерживаться. План того, как сделать канал более интересным, я, в общем-то, озвучил. Его придерживаться я и планирую. И при должных финансовых оборотах можно будет, например, покупать новое железо с доходов от канала. То есть никаких донатов, а просто каждый год по сборке или пару сборок из нового железа. Что-то менее интересное можно будет продавать в пользу покупки более интересного. И как раз интересное всё будет оставаться для будущих сравнительных тестов. Собственно, в названии видео говорится про ожидание на 2017 год. По каналу ждать стоит, что появится новая платформа для тестов. Возможно, возобновится проект PC Zero One Beta. И по меньшей мере появится одна БУ-железка в виде видеокарты. Если её стоимость вместе отобьём, будут и другие железки. Собственно, донатить можно и сейчас. Тут пока особой разницы нет до или после покупки собирать. В любом случае, собираться деньги будут на купание видеокарты сейчас. Правда, пока ещё не купленный. Покупать буду чуть позже. Сейчас у меня уже на довольно большое время расписано расписание роликов. И даже если сейчас куплю карту, теста её будет ещё не очень скоро. Ссылка про донаты в описании к видео есть. Что касается прошедшего года для канала, то аудитория за год выросла с примерно 100 человек до 15 тысяч. Правда, из-за того, что в Ютубе из-за оповещений через колокольчик стал народ меньше смотреть видео по подпискам, число просмотров именно подписчиков в последние месяцы упало. То есть, например, когда было 1010 подписчиков в конце лета, видео в первые два дня смотрело больше, чем сейчас с 15 тысячами. Тут только поможет, если вы подпишетесь на оповещение через колокольчик. Но это дело уже ваше. Мне лично не очень нравится всё это. И по мне легче как-то просто следить за тем, на кого подписан, чем все эти оповещения. Тем не менее, в Ютубе теперь это работает как-то так. В любом случае, канал растёт. В месяц у меня более 200 тысяч суммарных просмотров и почти по два года затраченного зрителями времени ежемесячно. Это, кстати, более миллиона минут в месяц. Что для столь небольшого канала показатели неплохие. И это, в общем-то, ваша заслуга. Так как, например, лайки и активность в комментариях отлично дают понять роботам Ютуба о том, что мои ролики можно предлагать к просмотру другим людям. Собственно, благодаря вашей поддержке канал набирает новую аудиторию. Я же, в свою очередь, буду продолжать работать над тем, чтобы вы могли смотреть интересные и полезные видео по меньшей мере раз в неделю. Всем ещё раз хорошо отдохнуть желаю. Следующее видео будет уже совсем скоро про то, что скажет Intel о своих процах. Ну а пока, всем пока и до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok